Встреча с ковидом 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 такое ощущение немножко необычное идешь такой полутьме на тебя давят вот такие громадные плиты толщий там несколько десятков метров ты опускаешься ниже 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 видишь различные такие вот красоты примерно 250 миллионов лет назад территория окружающий национальный парк карлсбадской пещеры была береговой линии внутреннего моря море содержало множество морских обитателей остатки которых образовали риф и В 1898 году подросток по имени Джим Уайт исследовал пещеру с помощью самодельной проволочной лестницы. Он назвал многие комнаты, включая Большую, Нью-Мексико, Дворец Королей, Комнату Королевы, Комнату Папуза и Комнату Зеленого Озера. Ну, в общем, мы спустились где-то метров на 100 и сейчас вышли на такое небольшое плато подземное, в котором предприимчивые американцы из национального парка оборудовали площадку, где можно купить что-то покушать, какие-то сувениры. Вот, да, вот представляете себе, насколько можно было потратить, сколько средств, чтобы вот это вот все дело организовать где-то 150 метров под землей. Ну, и также для туристов были предусмотрены подъемы на лифтах, потому что спуститься сюда, ну, спускаться сюда приходится довольно крутым таким дорожкам, которые зигзагообразно так идут, то есть, ну, практически под 45 градусов угол. Поэтому лифты – это действительно выход, это спасение для туристов. Не каждый сможет вернуться назад, походив где-то примерно километров 5-7 вот по этим проходам. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, перед самым входом в пещеры рейнджер нас предупредил строго-настрого не трогать, не касаться стен, не трогать сосульки, не трогать всякие висящие выступы, камни. В общем, все, что в пещерах желательно, даже не желательно, а настоятельно рекомендуется не трогать и не прикасаться. Якобы это связано с тем, что, ну, не дай бог, воду, которая стекает здесь по стенам, трогать руками и потом, либо еще на вкус ее пробовать. Связано это с тем, что здесь есть какие-то бактерии, которые за миллионы лет уже здесь растворились и находятся вот в этой среде, которые могут повлиять на человеческий организм каким-то там способом. Да, но как ты вот проходишь вот под такими вот хреновинами и как ты их не потрогаешь? Вот висят эти вот сталактиты, как ты их не потрогаешь? Конечно же, все трогают, а некоторые даже норовят кусочек отколоть. Вот, ну, безусловно, делать этого не стоит. Если каждый будет по кусочку откалывать, что ж останется тогда здесь? Карлсбадские пещеры расположены в известняковом пласте над уровнем грунтовых вод. А во время разработки пещер они находились в зоне подземных вод. Очень большие комнаты. Ну, они так называются комнаты, румы. Огромные просто вот эти вот румы. И мы сейчас идем в самую большую, она так и называется, big room. Там находится такой огромный-огромный сталагмит в виде такой фигуры. Страшной фигуры. Да, ну, вообще просто потрясающе. Просто потрясающе. Это как видишь картину какого-нибудь художника, у которого больное воображение. Просто, ну, у кого есть ассоциации, тот может фантазировать что угодно, глядя вот на такие образования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминает огромные такие муравейники, либо термитники. Гладкие. Хотя не все сталактиты гладкие. Есть, ну, вот, такие с пупырышками. Но эти гладкие. По форме напоминает яйца чужих. Только очень большие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вот эти сталагмиты, которые растут снизу, образуют такие причудливые фигуры, что порой, просто не знаю. Вот мне, например, вот та напоминает фигуру мумии. Вот так, чуть подальше, голова какого-то рыбьего монстра. В общем, те, которые сверху сталактиты, они не так интересны. А вот которые снизу сталагмиты, реально, очень забавные, причудливые фигуры. И у кого есть фантазия, тому может прийти все, что угодно. Вот это самая большая комната, самая огромная и большая комната. Биг рум, она так и называется. Здесь основной, скажем, такой выставочный зал для туристов, по которому они ходят. Есть чуть дальше ходы, но они очень глубокие, и туристов туда не пускают. В общем-то, такая вот Карлсбадская пещера. Много всего интересного, много всего познавательного здесь можно увидеть и узнать. Разве что летучих мышей мы еще не видели. Но это вечером, а вечером, к сожалению, мы будем в другом месте. О, еще один кокон чужих. Иду я в общем смысле такой, что глядя на все эти причудливые формы, знаю, где художник-декоратор фильма «Чужой» черпал свое вдохновение, создавая монстра одноименного. Да, потому что, ну, слишком очень много образов таких похожих. Зубы, клыки, челюсти, вот эта вот плоская голова, коконы, похожих на яйца, где откуда они, значит, выползали, выпрыгивали. Субтитры создавал DimaTorzok Добрались до городка Розвелл, который находится на пути к Альбукерке, между Карлсбадом и Альбукерке. Мы двигаемся именно к Альбукерке, и поэтому на нашем пути он нам попался. Этот городок стал всемирно известным после того, как в 1947 году произошел так называемый розвельский инцидент с падением некого летательного объекта, который, ну, как по мнению большинства, был инопланетного происхождения. Также потом вышел фильм, где якобы военные вскрывали пришельца. Ну, не знаю, кому как. Кто хочет верить, кто не хочет верить. Официально это все было не подтвердено, поэтому... Пожалуй, самое популярное место в городке Розвелл это вот этот вот музей НЛО. Именно его мы сейчас и хотим посетить. Интересно. За моей спиной реконструкция известного очень экспоната археологического, который был найден... Это отгробная плита, которая была найдена в Мексике на могиле. Ну, это такая как бы плита, уложенная на саркофаг мексиканского правителя. На нем изображен персонаж, который похож на космического пилота-астронавта. Вот эта вот реконструкция один в один, копия. В 90-х годах прошлого века я посмотрел один фильм. Называется он «Скрытие пришелец». Я думаю, многие его видели, где якобы вскрывается пришелец, который был обнаружен в летающей талялке, как раз-таки упавшей в Розвелле. Вот эта вот сцена как раз-таки... Подобие реконструкции этого самого эпизода из фильма, где лежит пришелец, и его якобы вскрывают. Но фильм потом, как оказалось, разоблачили, что это фикция, но тем не менее. След свой оставил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Один вагон трамвая поднимается, другой в это же время спускается. Субтитры сделал DimaTorzok Каждый вагон способен перевозить 50 пассажиров и имеет многочисленные системы безопасности, такие как несколько систем экстренного торможения и систему заземления, которая обеспечивает безопасность пассажиров в случае удара молнии. Новые трамвайные вагоны были установлены в 1986 году, а новые путевые тросы в 2009. Очередная замена трамвайных вагонов была осуществлена в мае 2016 года. С 1966 до 2010 года Сэндия Пик являлась самой длинной канатной трамвайной дорогой в Америке и самой длинной в мире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы наверху, высота 3 километра 100 метров, мы наверху, гора называется Сэндия и горная гряда, это тоже называется Сэндия. Это самая длинная трамвайная канатная дорога в Северной Америке и третья по величине во всем мире. Вот этот вот панорамный вид, это вид на Альбукерке, город, крупнейший город в штате Нью-Мексико. Ну, а мы сейчас немножко погуляем по верху, посмотрим на горные красоты вокруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 эх красота-то какая лепота я на высоте трех километров вот это вот горная гряда и гора называется сэндия поднялись мы сюда по самой длинной канатной дороге северной америки третье по величине в мире сэндия трамвей пик вот мы сейчас здесь находимся позади меня в этом станция верхняя куда прибывают туристы снизу вот оттуда вот такой шикарный вид альбу город альбу керки заходишь сюда и видишь кучи автографов оставленных здесь кто-то тут был кто-то тут присутствовал имена даже телефоны некоторые есть или это даты скорее всего даты имитация жилья каких-то индейцев скорее всего вот даже книга для посетителей должна была быть но ее нету да если посмотреть из окошка открывается вид на город альбу керки вот такой вот как полотно шахматное да а вот вдали можно увидеть аэропорт международный кстати шикарно но мы будем возвращаться назад здесь можно ходить очень долго мест красивых и интересных полно вокруг но зимой здесь еще интереснее есть вот там позади находится горнолыжный спуск с фуникулерами поэтому зимой здесь развлечений гораздо больше но и летом есть тоже чего стоит хотя бы подышать вот этим сосновым хвойным воздухом чистым свежим горным вот так вот а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok